Всем привет! Сегодняшнее видео, сразу скажу, пошло совсем не по плану, потому что изначально я его представляла как продолжение серии «Тестирую самую дешевую косметику интернет-магазина и показываю вам просто находку за находкой», потому что прошлое мое видео из этой серии меня просто настолько сильно поразило в плане качества косметики, такой дешевой действительно, и то видео реально планку настолько высоко поставило, что это меня с какой-то стороны расслабило, и я беспечно подумала, что вот если в другом интернет-магазине заказать тоже самую дешевую косметику, то я тоже найду там огромное количество находок, но, к сожалению, нет. Если вы не смотрели мое предыдущее видео, я вам очень советую его посмотреть, и под буквочкой А я его вам оставлю, вот там реально прям взрыв мозга, насколько много там находок, не просто бюджетных, а именно реально из категории дешевых. Сегодня же нас с вами ждет разочарование за разочарованием, а потом еще больше разочарования и так далее. Все, о чем я буду говорить, это только мое субъективное мнение, мой опыт использования этой косметики, но если у нас с вами предпочтения, ожидания и так далее совпадают, возможно, у вас была бы такая же реакция, если бы вы приобрели что-то из этого. Короче, я считаю, хватит бла-бла-бла, давайте переходить к макияжу, чтобы вы наглядно на все посмотрели. А начнем мы с вами с палетки, которую, когда я только получила и впервые посвочила, мне показалось, что это вау-вау-вау, прям супер находка какая-то потенциальная, но, к сожалению, в макияже меня эта палетка ужасно разочаровала. Давайте сначала скажу, что это. Это палетка от Essence, называется она Nude Eyeshadow Palette, и в целом выглядит очень многообещающе, особенно по свочам, как я и сказала, свочи выглядят реально классно. Но проблема здесь в основном с матовыми оттенками, они какие-то пыльно-грязные. Вот я не люблю тени, которые на веке, независимо от того, какой оттенок ты выбираешь, они все превращаются в какой-то такой вот цвет пыли, что ли. То есть такой вот серый, и нельзя сказать, что это получается холодный, там истинно холодный макияж, но получается что-то такое просто какое-то пыльно-грязно-уставшее, вот что-то такое. Причем я вообще не понимаю, как вот такие пыльные оттенки сочетать с такими теплыми, которые вот здесь вот в металликах, потому что в металлике здесь бронзовые, золотые, оттенок шампанского, бордовый оттенок. Это все оттенки, которые вот с такими пыльными, ну просто вообще не сочетаются. И что мне еще не понравилось в этих тенях, это то, что это такая формула, которая, знаете, вот когда первый раз вот наносишь, вроде бы ставишь цветовое пятно, и все кажется ничего. То есть достаточно пигментированный оттенок, но как только начинаешь растушевывать, эти тени как будто как, я не знаю, смахиваются с века, оставляя какой-то легкий полупрозрачный невнятный оттенок. И также по моему опыту эти тени ужасно просто наслаиваются, потому что когда берешь несколько оттенков, пытаешься углубить складку, ну не особо что-то углубляется. То есть может быть совсем еле какой-то полупрозрачный эффект добавляется, конечно, но не сильно. Металлики здесь, конечно, получше. Если их наносить пальцем, то получается вообще неплохо в принципе. Но в то же время, знаете, эта палетка, ну вот не то, скажем так. Если уж задача в том, чтобы сэкономить деньги, то тогда, наверное, лучше все-таки от Revolution взять палетки, вот которые я показывала в прошлом своем видео о самой дешевой косметике. Вот те палетки реально неплохие. То есть с ними можно гораздо проще и гораздо лучше сделать макияж, чем, например, с вот этой палеткой от Essence. Она меня, ну просто совершенно не впечатлила, к сожалению. Ну вот, видите, что получается? Довольно такой вот именно пыльный серый макияж. Причем я взяла металлик, вот этот вот. Это единственный, который, как мне кажется, сочетается с этими матовыми оттенками. Вот эти вот прям вообще совсем не нравятся мне, как они выглядят вместе с матовыми. С более теплой растушевкой, возможно, они, конечно, совсем по-другому заиграют. Но именно вот сочетание оттенков в этой палетке как-то вот вообще мне не очень. И следующее разочарование, которое я хочу вам показать, это подводка от Evelyn, которая называется Art Makeup Eyeliner Pen. Она мне так же не нравится, как и, наверное, 99% всех подводок с фетровыми аппликаторами, потому что она пересыхает во время того, как вы делаете стрелки. Причем пересыхает очень быстро. Действительно, с ней надо вот прям вот молниеносно делать стрелки, очень уверенными движениями. А так как стрелки это, в принципе, не самый простой макияж, я бы сказала, и у многих с этим проблемы. У кого-то получаются кривые стрелки, потом они начинают их ровнять, у кого-то разные длины получаются стрелки. А когда еще и сама подводка, при этом не очень, то мне кажется, что этот макияж вообще становится из разряда миссия невыполнима. Ну вот вроде что-то и намалевало, но в то же время эти стрелки, во-первых, не выразительные и четкие, а какие-то как будто пудровые и не черные, то есть они такие как темно-серые скорее. И, конечно, если вблизи посмотреть, то видно, что они какие-то немножко пляшивые, в каких-то местах более насыщенный пигмент, а где-то прям вообще чуть-чуть полупрозрачно получается. Короче говоря, я считаю, лучше вообще не покупать подводку, чем покупать вот что-то типа того. С консилером тоже у нас будет неудача, хотя не настолько катастрофическая, как с предыдущими двумя продуктами. Я взяла вот такой вот консилер от Essence, который называется Stay Natural Plus Concealer. И здесь указано, что он с увлажняющим пантенолом тоже в составе. И оттенок, по-моему, это самый светлый, десятый Tender Rose. Это консилер в форме вот такой вот ручки. И вы знаете, в целом, ну, можно пользоваться, в принципе, не то чтобы совсем отвратительно, но в то же время он суховат. И заметно выглядит под глазами, то есть такой вот слой какой-то слегка как будто мучной под глазами, вот как-то так бы я это описала, не сливается воедино с вашей кожей. И хочу вас тоже предупредить, оттенок у него прям суперсветлый, практически белый. Ну вот, как видите, не катастрофа, в принципе, вполне нормально, единственное, его нужно обязательно закрепить. И закреплять я его буду как раз-таки своей, как я люблю это называть, находкой 2020 года. Это пудра от Revolution Pro, которая называется Hydra Matte. Потрясающая пудра, мне кажется, она спасает любую ситуацию, с любым плохим неустойчивым тоном, с консилером, который скатывается, с текстурой кожи. В общем-то, вы знаете, если вы смотрите мои видео. В последнее время я просто не умолкаю с этой пудрой, потому что, ну, реально она очень крутая. А на нижнем веке я сейчас быстро повторю вот этот вот металлический талповый оттенок. Даже, в принципе, не буду стараться что-то придумать еще, потому что, ну, вряд ли получится. Мне не нравится эта палетка, мне не нравится, что с ней получается. Что касается туши, то для этого видео вообще я заказала вот такую вот тушь от Rimmel, которая называется Extra Super Lash. Это одна из самых, наверное, дешевых, которые там встретились мне на сайте. Знаете, не то чтобы ужасная, там отпечатывается, осыпается или что-то такое. Она просто никакая. Вот ее нанес на ресницы, ну и вот что-то вроде как-то чуть-чуть прокрасилась, но в то же время, ну, вообще ресниц не видно абсолютно. Я уже, откровенно говоря, устала, что каждый продукт в этом видео это разочарование, поэтому давайте я накрашу ресницы тем, что я хотя бы реально могу вам посоветовать. В одном из своих последних заказов я заказала вот эту вот тушь от Essence, которая называется Volume Stylist 18 часов стойкости Lash Extension Mascara. Почему я ее вообще заказала? Потому что я эту тушь увидела в фаворитах года у многих блогеров, и мне прям стало очень любопытно, я решила ее заказать, потестировать, и вы знаете, она реально очень неплохая. Это из тех тушей, которые такие суховатые, и они очень сильно липнут к ресницам, вот прям ты с первого слоя начинаешь наносить, и с первого слоя ты уже видишь конкретный результат. То есть это не тот случай, когда после трех слоев, например, реально там выглядит круто, и все хорошо, хорошо держится, здесь уже с первого слоя классно, а со второго слоя прям уже вообще супер хорошо. У этой туши вот такая вот небольшая щеточка из натурального ворса, и вы знаете, есть у меня подозрение, что она достаточно быстро засохнет, потому что изначально, вот когда ее только открываешь, она уже такая немножко суховатая, вот у нее уже такая консистенция, как знаете, как говорят, там вот новую тушь открываешь, она не очень, дайте ей там две недельки подсохнуть, и она будет классная. Вот это как раз такой вариант, только сразу после открытия. Ну вот смотрите, не знаю как вам, но по-моему этот результат очень неплохой, причем это не то, что, вы знаете, я вам показываю Rimmel как самую дешевую, а Essence это там, я не знаю, уровень Blancôme и так далее. То есть все равно это бюджетная тушь, и мне нравится результат, вот это два слоя туши, ну здесь, соответственно, еще вообще она не нанесена. Тон, который я сегодня буду использовать, это тоже сплошное разочарование, причем я вот здесь вот совсем не ожидала подвоха, потому что очень многие, в том числе и вы в комментариях, мне писали, что вот BB кремы от Holika Holika чуть ли не супер классные. И я вот когда оформляла заказ, я думала, ну вот что, что, ну вот это точно должно быть классным, и вряд ли меня это разочарует, но я не знаю, может быть это конкретно голубой вот этот увлажняющий такой, потому что там линейка достаточно широкая, там и матирующий, и еще какие-то, в общем-то, ну большой выбор, в общем-то, разных подкатегорий внутри вот этой серии. И вот лежит на лице, в принципе, неплохо, нормально все смотрится, он достойно себя ведет, но он ужасно просто на мне держится. В конце дня каждый раз он, во-первых, у меня слезал с носа, и вот эта вот зона в конце дня каждый раз у меня выглядела, как, знаете, Дед Мороз красный нос. Ну вот непонятно почему, тем более, ладно бы, я не знаю, у меня был бы насморк, и я там постоянно бы терла нос, но нет, я как бы абсолютно ничего не трогаю, и при этом вот каждый раз вот эта зона какая-то более красная, и видно, что он прям конкретно вытерся, бывает еще с подбородка он тоже вытирается. Короче говоря, вот именно его стойкость вот абсолютно меня не устроила. Я пробовала спасти его с помощью вот этой вот пудры от Revolution Pro, и она значительно улучшает ситуацию, но все равно при этом пудра это полностью не спасает. И также, насколько я понимаю, у этого BB-крема всего лишь один оттенок, что тоже не помогает ситуации, потому что я бы не сказала, что этот оттенок сильно универсальный. Но вот не знаю, покрытие тоже его не впечатляет, потому что, ну, обычное такое легкое покрытие, которое просто выравнивает общий тон лица, ничего особо не перекрывая. И мне кажется, если вы ищете такой вот легкий эффект BB CC-крема, то лучше взять вот от Luxe Visage вот этот CC-крем. Он гораздо красивее на лице, у него тоже есть несколько оттенков, то есть больше вероятность того, что вы себе подберете тот, который вам подходит, и держится он при этом нормально, то есть не нужны танцы с бубном для того, чтобы удержать его на лице, а я сейчас вот быстренько воспользуюсь пудрой и закреплю этот BB-крем, иначе если я этого не сделаю, то совсем беда будет. Ну вот так вот появилась хоть какая-то надежда, что это на мне продержится, а мы с вами переходим к следующему продукту, который, как мне кажется, наиболее многообещающий пока что из всего, что я показывала. Не могу сказать, что я тоже в него прям влюбилась, но в то же время это тот вариант, когда можно недорого, вот прям совсем недорого купить что-то, что будет работать, в принципе. И это скульптор от Art Deco, называется он Contouring Powder, и я себе взяла оттенок 22 Milk Chocolate. Оттенок, я считаю, очень удачный, вот прям практически идеальный. Единственное, чем она мне не очень понравилась, это тем, что она как-то немножко пятнами ложится может на лицо, то есть с ней нужно аккуратно, во-первых, лучше ее наслаивать, а не сразу пытаться там бум-бум-бум и сделать какое-то контурирование жесткое. Ну и также лучше запастись какими-то спонжами для того, чтобы где-то там потереть, если кистью у вас не получится идеально растушевать, не самая легкая в растушевке пудра, то есть с ней нужно будет чуть-чуть поиграться. Но вот оттенок у нее классный. Ну и вот опять-таки, стоит ли овчинка выделки, ну не знаю, потому что можно купить ту же палетку от Essence Country Enduro, она по факту, ну чуть-чуть дороже, но опять-таки это не настолько дороже, чтобы прям реально вот на этом экономить, и вот эта палетка растушевывается элементарно, и выглядит хорошо, и оттенок тут просто идеальный, поэтому если уж покупать, я бы вот второй раз купила бы вот эту палетку, нежели пользовалась бы Art Deco. Ну а теперь продукт чисто из категории Тихий Ужас, вот по-другому я описать это не могу. Это вот такие вот румяна от Revolution, называется это Чудо Soft Shimmer Blusher, и я себе взяла оттенок Peach. Вообще в упаковке это выглядит очень симпатично, и сначально я думала, что это будет что-то типа гибридное, такое между румянами и хайлайтером, потому что, ну, по центру очевидно это какой-то такой вот более хайлайтовый продукт, а по краям это именно такие более матовые румяна. Проблема сего творения заключается в том, что это просто невероятно пыльный продукт, вот я не знаю, видно, надеюсь вам, такое впечатление, что... И в то же время это не тот продукт, который, вы знаете, нужно набирать там чик, и уже как бы набрал, потому что здесь три разных оттенка, и их в теории нужно смешать перед тем, как вы их будете наносить. Вот я вам даже поближе немножко покажу, чтобы вы оценили всю эту ситуацию. И ладно бы эти румяна были просто пыльными, но при этом они нормально наносились, и выглядели неплохо, но они и выглядят ужасно, они выглядят, знаете, таким макияжем 80-х, переходящим в 90-е, какой-то перламутр дешевский. И оттенок сам по себе тоже, это ну просто ни разу не персиковый оттенок, это такой дешевый барби розовый оттенок, который ну вот совершенно не украшает. Короче говоря, макияж у меня сегодня прям вот в десяточку. Ладно, поехали дальше. На этом этапе мало что может сделать мой макияж еще краше, но мы с вами постараемся. Что касается бровей, взяла я вот такой вот карандаш от Catrice, называется он Eyebrow Stylist, ну и очевидно, что он достаточно дешевый, потому что вот такой вот формат обычно и является самым дешевым. Это обычный деревянный карандаш, оттенок у него 40-ый, Don't Let Me Brown. И что первое я хочу упомянуть, это то, что это совершенно не коричневый оттенок. Это неплохой оттенок, но он подойдет для русых, для темно-русых или таких средне-русых. В принципе, ничего, нормально, как бы и в моих бровях он выглядит даже неплохо, в принципе. И вот это один из тех продуктов, которым можно пользоваться. То есть это далеко не мой фаворит, конечно, будет, но в то же время, ну ничего катастрофического он не сделает. Это очень жесткий тоже карандаш, то есть вы когда будете его наносить в брови, вы прям будете чувствовать, как он царапает вам кожу. Но при этом, ладно, его цена достаточно низкая, то есть я могу ему это простить. В итоге все равно брови получаются очень приемлемыми. А гель для бровей я взяла от Rimmel, называется он Brow This Way. По-моему, у меня тоже такой вот гель когда-то был, правда я не помню, нравился он мне или нет. Оттенок это третий Dark Brown. И гель этот, ну, тоже далеко не мой фаворит. Во-первых, он очень жидкий. Когда его достаешь, вот этот вот аппликатор прям весь уделан в этот гель. И если вот прям сразу вот так вот начать красить, то вы, конечно, офигеете, потому что вы просто испачкаете все лицо, не просто брови. Его нужно вот так вот очень хорошо очистить изначально. Ну, вот после вот этих всех манипуляций, в принципе, он так, ну, достаточно неплохо, я бы сказала, наверное, выглядит в бровях. Неплохо тоже держит, как бы, ну, тоже, опять-таки, это из той же оперы, что и карандаш. Можно пользоваться за неимением лучшего, но, опять-таки, стоит ли это того, чтобы вот прям так сильно экономить? А с губами я сейчас, скорее всего, опять испытаю эффект дежавю, потому что я взяла помаду, которая мне когда-то безумно нравилась. И я помню, что я считала ее чуть ли не самым лучшим нюдом в своей коллекции. И это помада от Rimmel. Помада эта называется Last and Finish Lipstick, и оттенок у нее 70-й Airy Fairy. Я помню, когда-то это прям был бум на YouTube, вот особенно зарубежные блогеры. Все говорили, что это потрясающая просто помада, потрясающий нюд. И мне, конечно же, тоже нужна была эта помада. И тогда, в то время, лет так 8 назад, действительно, возможно, это была неплохая помада и неплохой нюд. Но я помню, попользовалась я ей недолго, потому что мне показалось, что она у меня испортилась, потому что она жутко воняет. Но это, судя по всему, ее нормальный аромат. Вот очень яркий такой сладкий и немножко химический у нее какой-то запах. И вот действительно он граничит с тем, вот как пахнут помады, когда они уже портятся. Но это не самое плохое в этой помаде. Вот сейчас, воспользовавшись ею уже вот в это время, я понимаю, что это, ну вот просто совсем не то, что мне нравится в плане нюда, потому что, во-первых, получается какой-то немножко дешевый перламутр на губах. Да, вроде цвет такой еще ничего. Но вот этот перламутр убивает просто все позитивное впечатление от этой помады. Сейчас столько много классных помад и недорогих. Например, те же Essence, вот эти новые, очень неплохие, дешевые. Люкс Визаж, вы знаете, я ее просто обожаю. Вот этот 301 номер, это самый лучший нюд, который сейчас вообще у меня в коллекции есть. Но вот это, как-то, мне кажется, уже пережиток прошлого. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Буду рада видеть вас частью этого сообщества. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть и другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, можете его сейчас заценить. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.